Молодцы! Прибывать в доме молитвы. Прибывать в общении с Господом и друг с другом. Этим нужно дорожить. Этим нужно ценить. Конечно, дорогие мои, необходимо даже владеть собою, где бы мы ни находились, а особенно, когда в богослужении нам необходимо конкретно владеть собою, чтобы направить все свои чувства, мысли, желания на то, чтобы побывать в общении с Господом и получить полезное, то, что Господь хочет сказать сегодня каждому из нас. Это очень хорошо. Я вас сердечно благодарю за ваши молитвы. Бог даровал нам благополучие в дорогах наших. Даже вот последние два дни мы были в общении с братьями в Портленде. И вчера, и сегодня, прямо вот перед служением мы возвратились. Бог обильно благословил наши братские общения, наши взаимопонимания, вопросы единства, вопросы святости, служения Господу. Поэтому многие братья, брат Бондарук, братья с Калифорнии, Орегона, Мизури, Нью-Йорка, с того побережья передавали нашей церкви сердечный привет. И я вам передаю эти приветы. Бог нас благословил в этом общении. И я благодарен Господу, благодарен вам, кто молился, что Господь устрояет все наши дела. У нас где-то сегодня в гостях есть благословенные гости. Пожалуйста, Яков Васильевич, вам предоставляется место здесь впереди. Вы туда не вписывайтесь. А сюда нормально. Наш хороший знакомый, брат, труженик, Яков Васильевич Бузынный, служитель Церкви Господней, поэт, художник, заботливый, добрый, чуткий человек сегодня у нас в гостях вместе с женою, где-то, кажется, Антонина Афанасьевна, где-то здесь, у нас также в служении. И мы... А, и мы рады приветствовать. Рады вас приветствовать, дорогие наши гости. И если есть еще гости в нас, мы рады вас приветствовать. Итак, дорогие, пусть этот вечер будет посвящен для Господа. Для Господа. В 4 главе послания Ефесянам в первых стихах апостол Павел говорит так. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которые вы призваны, со всяким смиренно мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Благодать Господня да укрепит нас. Вы знаете, я искренне каюсь. Я сегодня, может быть, кому-то, не может быть, а кому-то принес неудобство. Мы уезжали еще рано утром, и я оставил свою машину по привычке тут, как раз на этом кольце. Кто-то привозит престарелых, своих братьев и сестер, а стояла моя машина. Может быть, кто-то огорчился, простите меня, каюсь, уже машина убрана, ключи были со мною, и ее нельзя было отогнать. Поэтому, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира, мы будем служить Господу. И открывая наше богослужение, мы встанем перед Господом и будем прославлять имя Господне, приготовляясь к молитве о благословении. Слава Богу, братья и сестры, мы будем петь Псалом «Великие и чудные дела Твои, Господи Божие, Вседержитель». Споем Псалом в этот вечер и прославим Господа, и скажем, что свят наш Господь. И в этом собрании провозгласим Его святость, Его милость и Его любовь ко всем нам. Слава Ему! Великие и чудные дела Твои, Господи Божий, Вседержитель, праведные истинные пути Твои, Царь святый, Бог не убоится, не прославит Тебя, Ибо Ты единственная. Все народы поклонятся Тебе, Ибо Ты единственная. Святый, Святый, Великий и чудные дела Твои, Господи Божий, Великий и чудные дела Твои, Слава Ему! Слава Ему! Ибо Ты единственный grilling 내일 linha Твоей, Все народы поклонятся тебе и победить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Воля существует и сотворена». Братья и сестры, сегодня я думаю, мы тоже им скажем, «Свят Господь Бог Саваоф, достоин славы, достоин хвалы, достоин поклонения Агнец Божий, который оставил небо, сошел на ту землю для того, чтобы нас спасти и оправдать через страдания, пролитую кровь, через смерть и воскресение из мертвых. Слава нашему Богу! Давайте поклонимся молитве и воздадим Ему славу, хвалу и поклон, живущему во веки веков, живому Богу, достойному славы. Молимся! Аллилуйя! Достоин Ты славы, достоин хвалы, достоин поклонения, Царь царей, Господь господствующих! Тебе, Господи небеса, воздают славу и честь, ни днем, ни ночью, не имея покоя, но воздают Тебе хвалу. Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, достоин Ты принять хвалу и славу. От народу земли, от церкви, Господи Твоей, которая в ожидании Твоего пришествия, она, Господи, готовится к встрече с Тобою. И нынешнее служение, благослови, Господь, благослови Твоим благословением неба и злей благодать Духа Святого на это служение, Господь, на проповеди, на пение стихотворения, Господи, Харисто благослови всех, кто присутствует в этом зале, благослови. Пусть Тебе, достойному Богу, льется хвала, честь непрестанного, живущему во веки веков, Отцу и Сыну, Святому Духу. Аминь. Друзья, давайте мы споем Псалом, номер 93. Великий Бог, когда на мир смотрю я на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь Ты любовью Отца, тогда поет мой Дух Господь к Тебе. Как Ты велик, как Ты велик. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, На всех существ, а Господь свет даруя, и даешь Ты любовью Отца. Когда поет мой Дух Господь тебе, как Ты велик, как Ты велик. Когда поет мой Дух Господь тебе, как Ты велик, как Ты велик. Когда смотрю я к небу звездам вечным, едем на свет, мы не верим текут. Когда поет мой Дух Господь тебе, как Ты велик, как Ты велик, как Ты велик. Когда поет мой Дух Господь тебе, как Ты велик, как Ты велик. Когда поет мой Дух Господь, как Ты велик. Когда поет мой Дух Господь тебе, как Ты велик, как Ты велик, как Ты велик. ПЕСНЯ 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 Когда вся мать мне в сердце улетает, И светлой столью мою ручок. И он любви нам векло услоняет, И не зверсток он завлучает сон. Когда поет, мой луна, Господь, тебе, Как ты вели, как ты вели. Когда поет, мой луна, Господь, тебе, Как ты вели, как ты вели. Когда Господь меня сам призывает, И светит вдруг сияния его. Когда мой дух, стреленье смолкает, Признав величие Бога своего. Когда поет, мой луна, Господь, тебе, Как ты вели, как ты вели. Когда поет, мой луна, Господь, тебе, Как ты вели, как ты вели. Разве не велик наш Господь? Он велик. Разве не величает душа наша Господа? Величает. Пусть имя его будет прославлено. Господь, мы славим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Мы величаем Тебя, Царь Царей, Господь, Господствующий. Как величественно имя Твое, Великий Бог наш, Аллилуйя. Ты призвал нас в свою славу. Ты призвал нас, Господи Божий, К служению Тебе и славе Царства Твоего. Господь, Рамины Флейдерли, Громен Эштайна, Благословен Ты, Боже, Благословен Ты во веки веков, Святой, Дивный, Чудный, Праведный Господь наш и Бог наш. Мы любим Тебя, Господи Божий, И всем служении Тебе, Тебе, Тебе единому Дозвучит слава и хвала, Господи Божий. С теми словами псалма, Господи, Мы поклонялись Тебе, Господи Божий. С теми словами мы величали Тебя, Бог наш, Рамины Флейдерли, Громен Эштайна. И сегодня, Господи, Ты достойный славы, Ты достойный поклонения, Ты достойный, чтобы Тебе неслась слава от земли. День и ночь, Иисус народа Твоего, Господи Божий, да будешь Ты прославлен, да будешь Ты возвеличен, Господь наш и Бог наш, любящий, добрый, святой, дивный пастырь наш, отдавший жизнь свою за нас, искупивший нас и омывший нас кровью Своею Святою, ведущий нас по славным пажетям Своим, Господь, да будет Тебе честь и слава всем служении, Иисус народа Твоего, для Твоей славы вечный Бог, Отец и Сын, Дух Святой. Аминь. 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 Боже, благости безмерной Я смиряюсь пред Тобой Дух, пребудрости, священной Сердце мне излей Ты свой Подари на раме верно И вечерый Чтоб об имени Христова Возвещал я во все дни Дух, пребудрости, священной Я, пречерка, мы с Тобой, Господь Всегда, с сердцем, сапелуй Дай забыть не все законы И забыть плаское я На Твое святое дело Я готов Пошли меня Дай мне силу Погода Дай мне силу Слов твоих живых Чтоб твои слова Святые Сеял я В сердцах людских Помоги Попал Сеял я Дай мне Как Попал Основ Папал Попал И Попал Святом Семья В сердцем Попал 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 Боже, благости безмерной, Голодный, святый даров, Дай мне быть служений верным, Дай мне, дай мою любовь, Дай мне злотью не считаться, Закону придется пострадать, И за правду подрезаться, Один век всем посвящать. Боже, благости безмерной, Дай мне, 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 Вечно я хочу быть с тобой, Господи, Дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, Благословен наш Господь и Бог великий, Отец Небесный, слава Ему. Действительно, братья и сестры, Младенец маленький, который родился в Вифлееме, И который прожил всего такое, Как бы короткое время, 33 года, Но мы видим, что вся поэзия, Все песни были вдохновлены и во имя Его. Слава нашему Господу. Христианство и вся, можно сказать, Литература мировая, Все говорят и поют именно об этом событии. Сколько песен мы поем О величии Бога. Начиная наше собрание, Мы даже пели из последней книги Откровения этот псалом, Что только Он достоин всей славы, Братья и сестры. И действительно, там, во славе Божьей, Когда Бог нам даст быть, Мы действительно все наши венцы, Которые Бог даст нам, Удостоимся получить, Мы положим к ногам, к престолам, И поклонимся, как все на небесах поклоняются. Воздадим Ему славу. Халилуя. Бог наш велик. Но Христос говорил и учил народ. И мы, когда читаем Нагорную проповедь, Слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, Я не буду читать всю Нагорную проповедь. Я только прочитаю последние слова, Которые записаны в этой проповеди Иисуса Христа. Евангелист пишет, И когда Иисус окончил слова сии, Народ дивился учению Его. Люди, услышав проповедь Иисуса Христа, Были поражены, удивлены, Как здесь написано, Дивился учению Его. Действительно, Необычное люди услышали Из уст Иисуса Христа. Иисус Христос открыл для нас, Человеков, Любовь Божью. Если мы знаем в Ветхом Завете Вся история с Израилем, Вся история с патриархами, Она носила как бы прообраз. Она как тень показывала На великие события, Которые произойдут В Иисусе Христе. Но здесь Сам Бог Во плоти пришел И говорит о любви Бога. И Он, здесь написано, Ибо Он учил их, Как власть имеющие, А не как книжники и фарисеи. Книжники и фарисеи Тоже учили народ. Законники постоянно говорили О законе, учили народ. В Израиле такое было, В синагогах постоянно читали И учили народ Слову Божьему. Но здесь было необычное. Здесь особенное было в учении И в словах Иисуса Христа. Ибо Он учил их, Как власть имеющий. Слова жизни, которые говорил Иисус, Они несли в себе власть. Потому что имя Иисусу Христу Слово Божье. В откровении написано, Что Он будет, Как написано, Сидящий на коне, Он как имя Ему Слово Божье. Слава нашему Господу. Но Иисус Христос, Если мы читаем Нагорную проповедь, Он учил смирению, Он учил послушанию. Его слова говорили для нас, Людей о смирении. Если вся, как сказать, В общем, тема его проповеди Смирение, служение Богу. Это то, что сказать для нас, Можно сказать, Самое трудное для человеков Смиряться. Каждый из нас, Я борюсь, Чтобы иметь смирение в своем сердце, Смирением пред Богом, Смирением перед другими людьми, Смирением перед какими-то обстоятельствами, Которые мы имеем вокруг нас, Которые к нам обращены. Часто даже большие люди, Или, как сказать, апостолы, Тоже иногда не имели смирения, Как человеки. Патриархи нуждались в смирении, Бог их постоянно учил. Мы, христиане, Постоянно нуждаемся в этом, В этой добродетели смирения. Плод Духа не может быть, Расти, если нету этого смирения В нашей жизни. Смирение, которому учит Бог нас, Это как основная почва, Где все остальное растет. У нас не может быть радости, Если нету смирения. У нас не может быть любви, Если нету смирения у нас. Иисус Христос в последнюю ночь с учениками, Он сказал, А я посреди вас, как служащий. И написано, Он припоясался полотенцем, И начал умывать им ноги. Я читал, что В Новозаветные времена Рабы, которые были, Они поверх своей одежды Одевали белый пояс В знак того, что они рабы. Иисус Христос повязался полотенцем. Он говорит, что я как служащий среди вас. Мы пели о величии Бога И пели, что ты как раб в этом мире, Как велик ты, Великий Бог. Он показал нам смирение. Слава нашему Господу. Братья и сестры, Я хочу немножко Проповедовать о смирении. О смирении, которое мы должны иметь в своей жизни. Бог нас этому учит. И я так чувствую, что Для всех нас, для меня, для вас Это качество Духа Святого Мы должны иметь в себе. Должны просить Бога об этом. Должны всегда молиться об этом, нуждаться. Читая Слово Божие, Исследовать, как действует Бог, Чтобы нам быть смиренными, Чтобы нам быть послушными перед Его Словом. Писание нас учит этому. Мы видим смирение, которое имел Иосиф, Когда он был продан в Египет Братьями своими. Обстоятельства, которые он находился, Записанные в книге Бытие, И все эти обстоятельства, Рабство его. Но он никогда не задавал такого вопроса, Почему, Господи? Он смиренно. Мы видим нигде, Чтоб он это задавал Богу, Почему я в таких обстоятельствах нахожусь? Он был прообраз смирения Иисуса Христа. Он кротко принимал все эти обстоятельства в своей жизни. Часто в нашей жизни бывает, Мы встречаем скорби, Как часто мы начинаем биться, Колотиться, искать, Почему, почему с нами, Господи, Такое случается. Нам трудно принимать какие-то удары жизни, Мы начинаем искать какие-то пророчества, Взывать к Господу. Мы не хотим просто так принимать от Господа удары жизни. Нам трудно это принимать. И Иов тоже захотел узнать, почему. И когда он начал говорить, почему, Бог начал греметь громом в ответ. Мы должны быть ко всем обстоятельствам, Которые Бог нам дает в нашей жизни, Быть смиренными и послушными. Иисус Христос служил нам, как раб. Мы человеки. Бог дает нам разную жизнь. Мы христиане, мы по-разному в этой жизни живем. Одни христиане постоянно страдают, Постоянно находят, В таких находятся обстоятельства, Где гонение, где смерть, где скорби. Другие христиане проживают легкую жизнь. Нету гонений. Все хорошо, достаток, Благоприятное время. Легко принимать, когда все хорошо. Когда дети послушны, Легко принимать. Когда дети непослушны, Трудно. Но если смотреть на нашего Господа, Он учит нас смирению. Братья и сестры, Я прочитаю несколько мест из Священного Писания. Это будет... Это будет одно место из Священного Писания, Иакова 4 глава, 6 стиха. Тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, А смиренным дает благодать. Смиренным дает благодать. Мы никогда не должны о себе больше думать, Чем должно. В различных обстоятельствах Наше смирение должно быть, Знаете, Кротким и смиренным, Как Христос учил и говорил, Придите ко мне и научитесь от меня, Ибо я кроток и смирен сердцем, И найдете покой душам вашим. Мы должны быть смиренны, Когда Бог дает благословение в нашей жизни. Когда Бог дает нам какие-то успехи, дары. Часто люди бывают в каких-то успехах, Как мы говорим, теряют голову. Начинают о себе много думать. Начинают думать, что они заслужили это. Но и в этих обстоятельствах у нас должно быть Проявление смирения. Бог учит нас, Чтоб мы никогда о себе много не думали. Мы видим иногда В этом мире большие религиозные деятели Или проповедники большие. Живут, Такой, сказать, роскошной жизнью. Проповедуют об этом. Говорят, что так должно. Но Писание нас учит о том, Что Христос был. Везде его гнали, Не принимали. Апостол Павел в своей жизни Был гоним. Не принимали. Не только среди этого мира, Но и даже было такое время, И в церквах его не принимали. Были люди, которые противились Учению его. Братья и сестры, Писание нас учит, Чтобы мы были смирены Во всех обстоятельствах. Пусть Бог поможет нам Нуждаться в этом И просить перед Господом, Господи, Дай мне это смирение, Чтобы во всех обстоятельствах, Во всех обстоятельствах Я был смирен По отношению к Тебе, Господи. Чтобы я также был Смирен по отношению К другим людям. Чтобы когда бывает, Мы встречаем непонимание Среди людей, Но мы могли бы, Мы могли принимать это Смиренно. Писание нас учит, Чтобы мы облеклись Смиренно-мудрие. Бог возвеличивает. Бог дает благословение. Облечься в Смиренно-мудрие, Это все равно, Что значит, Как мы припоясываемся полотенцем. Облечься, Это то, Что поверх одежды еще одеть. Припоясаться, Как раб белым полотенцем, Чтобы видно было, Что я раб. Господа Иисуса Христа, Что я служу, Что я не претендую. Некоторые люди говорят, И спорят, Говорят, А что мы должны быть, Чтоб по нам ходили, Топтались? Не об этом Речь идет. Бог учит нас смирению Перед Ним, Перед другими людьми, Чтоб мы во всем нуждались, И были послушны Духу Святому. Дух Святой наами, Руководит. Дух Святой нас водит Во всех обстоятельствах. Если мы нуждаемся перед Ним И находим время, Чтобы просить Его о водительстве, Все водимые Духом Божьим Суть Сыны Божьей. Когда мы находим это время, Когда мы не даем нашей плоти Украдать у нас это время, Которое Бог дает для нас, Чтоб мы нуждались в Нем, Чтоб мы смиренно склонялись перед Ним, И просили, Чтоб Он нас учил смирению. Пусть Бог поможет нам, Братья и сестры, Именно обратить внимание на это, Что в нашей жизни Мы должны нуждаться, Чтобы быть смиренными. Должны просить Господа, Чтобы в нас это было, Смирение перед Господом, Смирение перед другими людьми, Смирение перед различными обстоятельствами. И я просто призываю сегодня Всех нас молиться об этом И просить нашего Господа. Да поможет нам Господь Искать этого, Чтобы оно росло в нас, Чтобы оно было взросшено Духом Святым В нашем сердце. И не было, как бы, поддельным смирением, Но искренним, То, что Бог хочет видеть в нас. Искренное, неподдельное смирение Перед Ним. Слава нашему Господу. Давайте помолимся об этом. Аминь. Халилуя Тебе, Господь и Бог наш. Тебя мы превозносим, Великого Бога нашего. Господи, что Ты есть истинный пример И образец смирения и послушания. Слава Тебе, Иисус! Мы благодарим, что Ты кроткий агнец Божий, Что Ты был рабом, Господи, Что Ты смирил себя до смерти крестной. Халилуя! И дал нам прощение. Халилуя! Слава Тебе, Господь! Превозносим Твое имя И поклоняемся Тебе, Господи, В нашем собрании, Боже, Тебе, Твоему имени, Господи, Наша песнь, наша молитва, Господи, Боже, наша хвала Тебе, Господи, Боже, За Твое смирение, Боже, Слава Тебе! Ты есть совершенный образ смирения, Господи, Аллилуйя Тебе! И хвала Тебе, агнец Божий! Благодарим и превозносим Тебя, Господи! Боже, мы желаем и просим Тебя Во имя Иисуса Христа, Чтобы нам, Господи, В этой добродетели возрастать, Господи, Чтобы мы, как эти верные рабы, Господи, Принесли, Боже, прибыль, Господи, Боже, в этих всех добродетелях, Господь, Благослови нас, Господи, Нуждаться в Тебе, Искать Тебя более всего, Господь, И смирение в нашей жизни Очень праведный! Все это мы просим во имя Иисуса Христа, Господи, помоги, Господи, нам Во всех обстоятельствах, Господи, Находить это смирение И послушание Твоей воли, Дабы славилось Твое имя, Господи, И превозносилось Твое имя Во всех обстоятельствах, Или в скорбях, Или в благословениях, Господи, Да славится Твое имя! Боже, Боже, Жизнью или смертью Да прославишься Ты, Господь! Слава Тебе, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой! Аминь! Отче наш, Сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя И на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный Подавай нам на каждый день И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим И не введи нас во искушение, Но избавь нас от лукавого, Ибо Твое есть Царство И сила, и слава Во веки. Аминь! Слава Богу, братья и сестры, Давайте мы все встадим, Будем петь псалом Номер 184 Твердо я верю, мой Иисус, Им я утешен И им веселюсь Номер 184 Во время нашего пения Мы будем совершать наше служение Десяти приношений, Во имя Господне это совершим, Не забываем также, что у нас гости сегодня, И поэтому пусть Бог прославится Через это служение После пения нашего Наш братик Самуил Он сегодня расскажет даже Сихотворение Самуил после пения И потом хор еще спит псалом Твердо я верю, мой Иисус, Им я утешен и веселюсь Небо на свете хочет он дать Нам же приятно им обладать Вечно я буду Весен и сном Об Иисусе Ты в нам моем Вечно я буду Весен и сном Об Иисусе Ты в нам моем Твердо я верю Вся за Богом Как я отдался Детяя Его Мир наполняет Сердце моем В нем нахожу я Крепный питье Вечная буду, весь горжество, Ах, Иисусе, дивно мое, Вечная буду, весь горжество, Ах, Иисусе, дивно мое, Верно, я верю, сильной рукой, Он просирает свой гром надо мной, Чтоб не скучилась радость в землю, Вечно со мною, в воскресенье, Вечная буду, весь горжество, Ах, Иисусе, дивно мое, Вечная буду, весь горжество, Ах, Иисусе, дивно мое, Чудный полный, милый покой, Друг мой находит в союзе с тобой, Ждай, чтоб тебе я сердце отдал, Я умолялся, ты возрастал, Вечная буду, весь горжество, Ах, Иисусе, дивно мое, Вечная буду, весь горжество, Ах, Иисусе, дивно мое, Ах, Иисусе, дивно мое, Благодарю, благодарю тебя, Господь, Ты мне являешь чудо, Не по делам моим, по милости твоей, Еще их много будет, Тебя познать хочу любить, Всегда хвалить, благодарить И по заповедям жить, аминь. Слава Богу, чудно Бог нас сотворил, Нам две ножки подарил, Можем мы без батареи Быстро бегать по ареям, Чтобы не споткнулся я, Подарил Бебо глаза, Посадил их высоко, Чтобы видеть далеко, Чуть-чуть ниже моих глаз, Посередочке как раз, Как луну среди светил, Носик Бог мой поместил, Чтобы нюхать им цветы, Чтоб могли мы я и ты Долго по лесу гулять, Чистым воздухом дышать, Чтоб слышать мы могли, Уши каждому даны, А без слуха знаешь сам, Скучно было бы всем рнам, Ротик дал бы для того, Чтоб славили его, Чтоб рассказать стишки, Кушать вкусные плоды, Чтоб мы играть могли, Подарил Бог две руки, Их теперь воду сложи, Слава Богу вознеси, Аминь. Аминь. Да благословит тебя Господь. И мама тебя тоже. Молодца. Да. 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 Боже, услышь, Боже, услышь, Мы попьем тебе. Послонись к молитве нашей И прости, прости ты нас. Услышь, Господь, и нас. И пошли с войны. Песня. 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 Боже, услышь, Мы попьем тебе. Песня. 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 Слава Господу! Слава Господу! Благодарен вам за приглашение. Вы знаете, я так подумал, и ни в одной церкви, ни в одном городе я не чувствовал себя так тепло, как в вашей церкви. Я подумал, что надо оправдать доверие пастора и уложиться во время, поэтому я решил, кроме информации, не говорить проповедь, а почитать стихи. Много ли у вас бывает заслуженных деятелей литературы Украины? Вот я решил, ну, как говорится, дай Бог скромности. Я начал жить, когда вся жизнь прошла, когда почти закончилась дорога. Меня с земли дорожной подняла любовь Христа и милосердие Бога. Я в мире жил без веры, без любви, дружил с грехом, дышал прогнившей ложью. В душе тоска. Зеленый змей в крови злым и безумным сделала безбожья, но думал, что свободен был во всем. Теперь я знаю, вспоминая с болью, что был всего лишь похоти рабом и выполнял дьявольскую волю. Теперь в молитве я твержу Христос. Перед тобой я на коленях каюсь. Прости, я жизнь свою тебе принес, вернее, то, что от нее осталось. И все, что от рождения мне дал, божественное, что считал я личным, все загубил, в разгуль и растерял, и вновь, как блудный сын, явился нищим. Но снова ты меня обогатил, и жизнь, что уходила скоротечно, наполнил новым счастьем и продлил мне не на год и не на два, на вечность. Я этим вечным даром дорожу, благодарю Христа за искупление и всему миру грешному твержу прийти к Нему и обрести спасение, но не могу не вспомнить бы стыда те времена утраченной свободы, когда терял для Бога, для себя, ушедшие дни, месяцы и годы. Теперь о детях Господа молю и внуках тех, что вырасти успели. Я не хочу, чтобы все, кого люблю, об этом также сожалели. Дорогие друзья, будучи морским капитаном, я часто входил в устье морского Дуная и наблюдал, как в этом нижнем течении Дунай очень мутная река. Но в ясную погоду это голубой Дунай, потому что в нем отражение неба. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Мы сами по себе так же малопривлекательны, как эта вода в реке Дунай. Но если все наше существо обращено к Богу и вся наша жизнь сокрыта в Нем так, что Его слава может наполнять нас и нашу жизнь, то мы будем всегда так преображены в Его образ, что другие, глядя на нас, будут видеть не нас, а Христа в нас. У Детей Божьих есть три больших врага, которые препятствуют этому образу вокруг нас, над нами и внутри нас. Первый враг – это мир вокруг нас. Об этом писал апостол Иаков в своем послании. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Иакова 4, 4. Второй враг – дьявол над нами. О нем свидетельствует апостол Петр в первом послании. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рикающий лев, ища кого поглотить. Первое послание Петра 5, 8. Вы знаете, мне рассказывали, как лев охотится на обезьян. Он, конечно, достать их с дерева не может. Так он ходит и рыкает, сеять панику, и они начинают метаться вверху, кто-то с кем-то сталкивается, падает вниз, и это его добыча. Третий враг – это наша плоть внутри нас. Об этом сообщает апостол Павел в своем послании Галатам. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Галатам 5, 17. А послание к Ефесянам апостол нам советует «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Ефесянам 6, 10, 11. И далее Иаков советует нам в 4 главе 7 стих «Противопоставьте дьявола и убежите от вас». А святой богослов Иоанн в своем откровении передает нам обетование Господа нашего Иисуса Христа. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Откровение 3, 21. А путь к победе – это союз с Господом нашим Иисусом Христом. «Подчинить свое я Иисусу Христу, сораспяться с Ним – это победа. Святым Духом заполнить в душе пустоту и родиться вновь – это победа, если делаешь близким от сердца добро, но в ответ ни любви, ни привета, и бездушны они, и жестоки порой, а ты любишь их – это победа. Если от клеветы твое сердце болит и от черной вражды нет просвета, но смиряешься ты и под градом обид за них молишься – это победа. Если путь твой тернист и идут за тобой следом лишь неудачи и беды, если даже в скорбях ты доволен собой и судьбой своей – это победа. Если близкий твой друг к тебе несправедлив и обиду особенно эту невозможно забыть, твой Господь, милостив, силы даст, ты одержишь победу. Если в споре людском ни в делах, ни в словах где-то чья-то душа не задета, если нет перед сильными лести в устах только правда и эта победа, распинал мир греховный, творца своего убивал и что делал – не ведал. Если скротостью примешь страдания его ради Господа – это победа. И когда весь характер Иисуса Христа ты постигнешь всю тайну изведов, и в лице отразится его красота, окончательной будет победа. Пусть душа веселится и сердце поет, потому что в небесном чертоге во Христе победителя имя твое в книгу жизни начертано Богом. А для этого в наших собраниях, конечно же, Бог говорит с нами. Бог учит нас, Бог очищает нас, Бог освящает и благословляет нас. Поэтому автор послания к евреям в 10 главе 25 стих советует всем нам «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного». В доме Господнем звучит Слово Божье. В мире нет слова для сердца дороже. Слово то душу, как хлеб насыщает, силы дает и в скорбях утешает. Слово то меда пчелиного слаще. Не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем колени склоняют и к милосердному Богу взывают. Перед молитвой смиряется горе и по молитве сдвигаются горы. Многое могут молитвы наши. Не оставляйте собраний ваших. В доме Своем наш Господь призывает тех, кто еще о спасении не знает. К гордым сердцам, что не могут смириться, Бог через наше служение стучится. Хочет спасти Он всех грешных и падших. Не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем мы сестры и братья. наши открыты друг другу объятия, беды и радости прошлой недели поровну между собой мы разделим и наставления примем от старших. Не оставляйте собраний ваших. Благодаря нам благое быть вместе с нами в общениях наших. Я им как камни Божии, Вселенской, Священной, Духовной, Но не дай Бог оказаться в том доме камнем ненужным от церкви отпавшим. Не оставляйте собраний ваших. Близится Божий рассвет над планетой, жаждем счастливой минуты мы этой. Медлит жених, но придет на свидание. Бодрствуйте, будьте в святом ожидании, верой наполним светильники наши. Не оставляйте собраний ваших. Клич прозвучит, вот жених среди ночи, дивным увидят его наши очи. Встретится с церковью, как с невестой на светлом облаке, в славе небесной, а сотворения праздника краше не было. Дай Бог, что был он и нашим. Не оставляйте собраний ваших. Я попрошу клип. В 1986 году произошла трагедия мирового масштаба чернобыльская катастрофа, которая унесла сотни тысяч человеческих жизней, особенно детей с неокрепшей иммуносистемой. Чернобыль продолжается и сегодня, и сегодня умирают дети в чернобыльской зоне, а эта зона половина всей Украины. погибла Чернобыля и наша единственная дочь Наташа Чайка-Бузины в Германии в небольшом тихом городке Берген-Думе на городском кладбище ее могилка на белом мраморе памятника изображена Лира. Она была поэтессой и продолжает жить в своих стихах и рассказах. Ее книжечку вы увидите сегодня. Последнее ее слово было «Почему?» Этот же вопрос я без конца задаю себе «Почему?» «Почему?» Звучит не умолкая трепетный вопрос и нас тревожит «Почему так рано умирают?» Неужели это воля Божья? Почему со стоном и сквозь слезы говорим мы и на Бога ропщем «Почему такие скорби носим и всю жизнь с тяжелой этой ношей?» Почему уходят наши дети когда мы еще живем на свете? Почему уже небеса? Ответьте но не слышим Божьего ответа потому что не готовы слышать что Дух Божий сердцу объясняет ужас смерти в нашей душе дышит и слезами горе ослепляет почему мы в вечности узнаем что же с нами на земле случилось и наверное Господа прославим за него божественную милость Вернувшись из Германии я учредил зарегистрировал в Министерстве юстиции фонд по спасению детей Украины от чернобыльской трагедии Надия за свои средства накупленные земли в горах Карпатах всемирно известном курорте Трусковец Сходница мы построили это здание где 27 минеральных источников лечат практически все органы человека а главное лечат кровь и выводит радионуклиды из организма что очень важно для больных детей в чернобыльской зоне здание представляет собой трехэтажное три этажа 12 спальных комнат большой камензал большой класс для обучения для молитвы территория 34 сотки это спортивное сооружение большая зона отдыха мы принимаем только детей сирот из глухих деревень чернобыльской зоны тех детей которым 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 недоступен этот знаменитый международный курорт сходница трусковец мы их обучаем приглашаем воспитателей чаще всего из германии это молодежь специально обученная они учат детей молиться познавать Бога любить Бога уже на третий день эти сиротки которые не видели может быть в своей жизни ни любви ни ласки ни вдоволь еды благодарные тянут ручки чтобы помолиться своими словами поблагодарить Бога за нас за то что Он есть наконец они узнали что Бог их отец что у них есть друг Иисус Христос конечно лечение дорого стоит и без посторонней помощи практически мы это осуществлять не можем конечно им этого курорта не видать не видать если мы в этом им не поможем а помочь им заповедал нам сам Господь научитесь делать добро ищите правды спасайте угнетенного защищайте сироту вступайтесь за вдову Он к нам обращается через пророка Исаия первая глава семнадцатый стих А псалмопевец Давид говорит что отец сирот и судья вдов Бог во святом своем жилище шестьдесят седьмой псалмопевец Бог проявил к нам любовь мы не заслужили то что Бог нам дает мы рабы ничего не стоящие Он нам спасение дал даром но сам заплатил ценой жизни страдания своего сына взяв дитя поставил его посреди них и обняв его сказал им кто примет одного из таких детей во имя мое тот принимает меня а кто меня примет тот не меня принимает но пославшего меня евангелист Марк так описал слова Господа нашего 9 главе 36 37 стих 9 лет наш единственный христианский пансионат на Украине принимает детей последнее время мы уже принимаем по 60 человек в смену потому что очень очень много детей сирот нуждающихся мы детей лечим мы их оздоравливаем этими знаменитыми водами нафтуси но самое главное наша цель сеять евангелие сеять слово Божье в этих в эти сердца этих сироток мы принимаем от 7 до 15 лет чтобы был более-менее ровный возраст легче было с ними работать сирота сирота отчего сирота где берутся сиротки на свете холодеет душа замирает уста когда я размышляю об этом за окном детский смех там уют и тепло а он мимо проходит и плачет если мать и отец в жизни там повезло отчего у него все иначе отчего же к нему так сурова судьба а к другим так намного добрее и торопится он сам не зная куда только дальше от окон скорее догоните его обнимите тепло и сиротское сердце согрейте и у вас на душе тоже станет светло это Богу угодно поверьте последние два года с приходом новой администрации нас лишили государственной дотации и предложили вступить в тендер то есть отдать нас под руководство интуриста что это значит это значит нам будут присылать детей нам будут давать солидный процент финансов но для детей сирот наш дом будет закрыт недоступен мы подумали и отказались от хорошего предложения и решили перейти на самом финансировании поэтому мы здесь со своими книгами которые практически являются нашим спонсором христос говорил пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им ибо таковых есть царство божье марк 10 15 кто им расскажет о боге вы не сейчас не зайдете в интернат вы сейчас не зайдете в школу вы не зайдете в детский сад вас уже не пустят и это последняя возможность собрать их в этом христианском пансионате чтобы они узнали о боге и между прочим где-то 80 процентов этих детей уходят покаянными они приходят без бога даже не зная молитвы отче наш а уходят покаянными уходят с богом где-то голодные дети просят насушного хлеба где-то в лохмотье одетым трудно согреться под небом сколько их всех на планете плачет от зноя от стужи кто сосчитает нам эти все обреченные души вооружаются страны не прекращаются войны в чьи-то большие карманы щедро текут миллионы а на огромной планете под растревоженным небом где-то голодные дети просят насушного хлеба если вы верите в бога если вас совесть тревожит если хоть капля есть долга дайте им кто сколько может и напоследок я хотел бы сделать вам продолжение я живу в Карпатах где тримбите гучные голоси и до самой их хати векови смириковые лисы гучные от луня по долинах разносят песни где краса незабутня и спевают ніж соловьи где джерела целищие невечерпние как божи дари где творец самогутник для людей свое царство створил чи таки еще знайдуться нет у святе немае нигде бо джерель на нафту ся від хвороб позбавляю людей тут мий дим моя хата и по горах мандроя мейчас я живу у Карпатах и до себя запрошую вас дорогие братья сестры это действительно очень знаменитый международный курорт и многие ну пока что не очень многие но из Америки приезжают к нам чтобы поправить здоровье дорогие друзья ваш приезд вы приедете дело в том что мы неверующих людей не принимаем на свой курорт хотя ходят толпом просятся к нам и мы зарабатывали большие деньги но мы не принимаем потому что у нас совершенно недопустимо курева недопустим алкоголь недопустимые нецензурные выражения у нас дом божий для детей вы слышали кто примет дитя такое тот принимает меня мы уже 9 лет принимаем самого господа иисуса христа в этом вы можете купить эту книгу или несколько книг и этим вы непосредственно участвуйте в нашем деле считайте что этот взнос за эту книгу вы кормите очередного ребенка сироту благодарю вас аминь благодарим якорь василий спасибо слава богу братья и сестры прекрасные стихи пусть бог благословит вы знаете даже вот в сборнике мы поем всем знаменитый такой псалом и брат яков его написал вот я сейчас прочитаю слова ныне божья любовь обнимает мы знаем этот псалом всех живущих людей на земле но во мраке неверия блуждает мир и гибнет и стонет во зле кто зажжет яркий свет искупления на погибельном темном пути бог велит благодать и спасение нам блуждающим людям нести там дальше слова это вот писал и музыку даже здесь написано что и музыку написал поэтому я не знал что брат яков он также может и музыку еще сочинять пусть вас бог благословит а мы сейчас давайте все поднимемся друзья споем псалом номер 715 если в бурях жизни дух твой дручен тучами уныния путь твой мрачен вспомни сколько милости господь явил удивляться будешь что он совершил номер 715 тучами уныния тучами уныния будь твой оброчен вспомни сколько милости господь господь обид удивляться будешь что он совершил милости господь ясно не знал и считай сына и деда сердцем с пальцем повторяй вспомни как он щедро наделит удивляться будешь что он совершил милости заботы на тебе лежит в рождении горе душу тебя дадим милости как вспомнишь вознесешь главу сбросив все сомнения поспоешь праву милости господь с вами слава и щита сильно едино сердцем повторяй спомни того щедро наделит удивляться будешь что он совершил вынесли блага и блага и земли вспомни есть сокровище на небе сил всякую нужду восполнит сам Господь золото дороже то что он дает милости господь с вами слава насчитай сын на едином сердце слава повторяй спомни как он щедро наделит удивляться будешь что он совершит милосты и слава с милостей с милостей Сердце повторяй, слоги как Бог, щедро надели, Удивляться будешь, что он завершил. Слава Богу! Слава Богу, братья и сестры, я вам расскажу один случай в своей жизни, вы поймете, я думаю, больше я не буду говорить. У меня был один случай, мне было 20 с копейками лет, молодой был, но я помню, мы поехали в Хмельницкую область, в нашей области был похорон, ну и я, наверное, самый молодой проповедник был, говорил проповедь, после расслабился, знаете, ну, все, я отслужил. И когда мы вышли, и это было село, шли селом, траурная процессия, ко мне подбегают их местные служители, говорят, сейчас допоют псалом, и ты будешь говорить проповедь. Я говорил, он говорит, времени нет. А нас, посмотрите, это я один раз в жизни видел, вот такое, ну, похоронной процессии, вышли люди, поставили стол и перекрыли дорогу. Они говорят в нас, это или священник, или протестантский проповедник, кто-то должен что-то сказать. Это знак уважения. Я не знаю, было ли в ваших селах там где-то, но я видел впервые. И вы знаете, все было так. Ну, нет, вот там пару куплетов надо было вспомнить, какую проповедь сказать, подготовиться, служить тему и быть готовым. Ну, слава Богу, так сегодня вспоминаю, я думаю, что получилось неплохо, хорошо. Ну, а остальное я не буду говорить. Я думаю, вы догадались, почему я это сказал. У меня сегодня было время чуть-чуть сосредоточиться. И я хочу обратить внимание на один вопрос. Это то, что я преподаю в нашем колледже пневматологии. Так что студенты, которые есть, я в понедельник, именно этот урок буду вам преподавать. Давайте мы с вами откроем первое постание Коринфянам, 12 глава. Если у меня будет время, то я коснусь еще одного места из 4 главы постания Еквесианам. Если не будет, значит, мы только поговорим с вами о дарах Духа Святого. С первого стиха и давайте мы до 11-го включительно. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божий, не произнесет анафеми на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». И четвертый стих. «Дарья различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все на всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Иному вера, тем же Духом, иному даре исцеления, тем же Духом. Иному чудотворению, иному пророчеству, иному различению духов, иному различные языки, иному истолкованию языков. Все это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Братья и сестры, давайте мы очень коротко поговорим о том, о чем, в принципе, мы говорим, очень часто, может быть, мы говорим, «Ну, мы пиесятники, у нас есть духовные дарования» и тому подобное. Но сегодня давайте обратим внимание на то, что означают эти дары, какое отношение к этому. Итак, первое назначение даров. Для чего Иисус Христос дает дары? Во-первых, для созидания тела Христова. То есть, дары – это не для личного пользования, а для того, чтобы созидалась церковь. Это первое. Для того, чтобы, второе, для того, чтобы членов церкви, которые составляют одно тело, привести в единство веры и познание Господа Иисуса Христа. И третье – это христианское подобие. То есть, дары, они не возвышают человека, но они помогают человеку в общем, находясь в теле, формировать духовный характер, возраст, приходить в духовный возраст. Даре Святого Духа и даре служений, они даются определенным людям, но для служения в церкви. Я еще раз повторяю, даре Святого Духа и даре служений, может быть, у меня не будет времени сегодня, а если будет, я очень коротко выдам. Они даются определенным людям, но для церкви, для созидания тела Христова. Дары не даются человеку для личного пользования. Еще хочу сказать, что дары не даются для того, для того, чтобы человек мог такую какую-то фракцию создавать. Где-то там у себя дома грубку, замкнутый круг. Это мое, у меня есть дар, это мои последователи, это мои, ну, даже, не побоюсь сказать это слово, поклонники. Нет, это для создания церкви, тела Христового. Мы порос все члены, а вместе мы составляем тело Христово. Петр, первое постание Петра, 4, 10, говорит, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. То есть, если ты находишься в теле Христовом, то есть, в церкви, Бог дал тебе дар, то ты этим даром служи другим. Если у меня есть руки, то они служат для всего тела. Если у меня есть глаза, они служат для всего тела. Мои руки не являются автономными, или ноги мои. Они говорят, ну, ты тело здесь оставайся, а мы пошли. Скажите, в кого ноги отдельно ходят? То есть, они несут все тело. Поэтому, Бог дает даре служения, даре Святого Духа, для того, чтобы служить всему телу. Следующий человек не может влиять на разделение даров между членами тела Христового. Так как это суверенитет Духа Святого. Я видел целые семейные династии, когда там есть, ну, я даже вспоминаю некоторых, когда бабушка была, и она все родство сделала там пророками, и тому подобное. И потом смотришь, столько проблем, столько горя, столько, знаете, нездравости. Нездравости человек не может влиять на разделение даров между членами тела Христового. Так как это суверенитет Духа Святого. Если бы я разделял, я бы так посмотрел, но первым делом среди братьев я бы тоже, наверное, не всем дал бы. У меня есть какие-то братья более приближенные ко мне, а другие, с которыми я по-хорошему, но чуть-чуть вроде бы на расстоянии. Дух Святой разделяет как ему угодно. Это его суверенитет. Он это делает, но не мы. Аминь? Разделяя каждому особо как ему угодно. Итак, источник всех, если вы успели посчитать или если вы уже знаете это, всех девяти даров, которые здесь приведены, даров Духа Святого, источник Дух Святой. Духовные дары это сверхъестественное проявление Духа Святого. Природные способности здесь абсолютно ни при чем. Природные способности человека это хорошо, но они не являются дарами Духа Святого. Итак, давайте мы каждый посмотрим дар в отдельности. Я хочу немножко дать такие характеристики. 1 Коринфянам 12,8 из этого перечня одному дается Духом слово мудрости. Вообще все эти дары они разделены на три группы. Первая группа это дары выражения или дары информации, то есть различные языки, истолкование языков и пророчество. Дары силы это вера, исцеление и чудеса. И третья дары откровения, различение духов, слово мудрости и слово знания. Конечно, мы бы наверное в эту группу даря откровения в первую очередь поставили пророчество. Но, увы, это было словами на протяжении всей христианской истории, начиная от ранней церкви, признано вот такое разделение. Итак, что такое дар слова мудрости? Вы заметили, что не дар мудрости, а дар слова мудрости? Это мудрость, которая дается нам сверхъестественным образом в критической ситуации, а также для способности принимать правильные решения в нужное время, находить выход из кризисов, разрешать проблемы и правильно применять знания. Примеры мы можем привести эту дарь, который проявлялся не только в Новом Завете, но и в Ветхом Завете. И, допустим, был мудрый совет Иохвора, Тестя Моисея, совет Иосифа, другие советы. Когда мы открываем книгу Деяния апостолов, и первая проблема такая серьезная, которая возникла внутри церкви, вызвавшая конфликты, это взаимоотношения при дележке, вот когда там столы были, все было общее, и знаете, кого-то недосмотрели, кто-то там был ближе уже по родственному или по землятисту, кто-то издалека пришел, обидели, ну, как всегда, люди есть люди, и свои проблемы будут. И апостолы решали этот вопрос. И вот это слово мудрости было дано кому-то из апостолов, который сказал, что нехорошо нам пищись о столах, оставить свое служение. Вот мы выберем людей, исполненных Духом Святого, изведанных, то есть опытных людей, уважаемых в обществе, богобоязненных, и пусть они делают эту работу, а мы пребудем в молитве и в служении слова, чтобы мы не отвлекались от этого. И это было проявление дара слова мудрости. Ну, в 15-й главе Деяния апостолов, 19-21 стих, там очень хороший пример, это письменная защита, так называется. Я вам напомню, вы вспомните это. Апостол Иаков говорит о том, что, когда он подытоживает на Первом Иерусалимском соборе, когда Павел и Варнава пришли с Антиохии, и пришли иудействующие, те, которые ставили вопрос, что язычники должны обрезываться и исполнять весь закон Моисеев, и подытоживая это все, Иаков говорит, что, давайте я прочитаю вам очень быстро, и вы обратите внимание, я думаю, что когда-нибудь вам это пригодится. 15 глава, 19, 20, 21 стих. Итак, 19 стих. Поэтому я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников. В чем это заключается? То есть, не налагайте на них бремя обрезания закон Моисеев, не налагайте этого, не затрудняйте. Следующий вопрос, 20 стих. А написать им, вы замечаете? Он делает ударение, нужно написать. И что написать? От воскриненного, от блуда, удавлененной крови и не делать другим того, что себя не желает. Пять вопросов. А 21 стих говорит, «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Так вот, если вы будете беседовать с субботствующими, то они вам покажут, что... А здесь указано на то, что закон Моисеев к этим пяти вопросам удавленной крови, идоложертванного блуда и не делать другим то, что себя не желаешь, плюс закон Моисеев. Но это место говорит не об этом. 19 стих говорит, что не надо затруднять. 20 стих Иаков говорит, что нужно сделать? Написать. А 21 стих он поясняет, почему нужно не устно передать, а написать, чтобы это был документ решения апостолов и пресвятеров Иерусалимской церкви. И в этом была заложена мудрость. Это было слово мудрости, данное Иаковом. И он это выразил через слово мудрости. Итак, следующее слово знания. Слово знания это специальное сверхъестественное откровение Святого Духа об особенных местах Писания, об особых ситуациях и знания тайного. Дух Святой дает знания, притом внезапно, о котором говоривший никогда не имел. Я приведу вам пример из личной жизни, который я вообще не знал. Когда я готовил этот курс, который я готовил, мой конспект, и здесь, когда я это готовил, свое время для того, чтобы преподавать, и Бог мне начал напоминать. Помнишь вот ту ситуацию, ту ситуацию, это было то, это было то, это было то. Так, я помню, когда я проповедовал в тюрьме, однажды очередная моя встреча, я пришел и вывели тех, которые, группу уже братьев, которые, с которыми я занимался, я себе открыл дипломат, раскладываю литературу, они там шепчутся, два Сереги, один киевский, другой крымский, между собой. Один говорит, скажи Александру, друг говорит, не надо. Друг говорит, да скажи, друг говорит, не надо. И вы знаете, я поворачиваюсь к ним, вот так просто поднимаю голову и говорю, ну что, братья, экстрасенсы появились, ну давайте, рассказывайте. Это внезапно, я вообще не думал ничего говорить, поднял голову и сказал. Они, да, говорят, Толя видит на стенке там что-то, и он письмо не раскрывая читает и он говорит, что это у него дар от Господа. И когда я вот это сказал, они говорят, как ты знаешь? Я говорю, я вообще ничего не знаю. Ну, Александр, вы же сказали. Я говорю, ну я сказал, потому что Бог дал мне сказать. То есть, этот человек был полностью обезоружен. Он говорит, что мне делать? Я говорю, ты должен отрягнеться от этого. это слово знания, которое приходит внезапно, сверхъестественным образом, какое-то открывает что-то тайное, или особые места священного писания, которые человек не понимает, внезапно от Господа приходит понимание вот этого слова. Приведу вам пример, допустим, в дни Пятидесятницы. Когда задают вопрос, они пьяные, они напились вина, Петр встает и говорит, это предреченные через пророка Иоиля. Да это, скорее всего, что Петр и не знал, что то, что будет в день Пятидесятницы, это предреченные от пророка через пророка Иоиля. Но в данный момент Петр, крещенный Духом Святым, он исполняется Духом Святым и через слово знания ему приходит вот это место Писания и он говорит, это предреченные пророком Иоилем. Вот такое, такое, такое место Дух Святой напомнил ему. Следующим даром является вера, иному вера тем же Духом. То есть, я когда-то говорил в церкви, проповедь показывал, тогда у меня проповедь была о верности, но я показывал шесть таких ступеней веры. Я напомню, это, так, по памяти, если вспомню, начальная, то есть, бытовая вера, она ничего не имеет общего со спасением. На бытовом уровне мы всегда что-то где-то делаем и мы верим даже подсознательно. Второе, начальная, спасающая вера, ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает. И Иаков говорит о вере живой или же вера с делами. То есть, другим словом, это можно сказать, доверием. Это вера Божье Слово, которое бывает испытанное. Именно в Авраама эта вера прошла через испытание. Первоначально Бог сказал, что твое семя, то есть, потомки твои будут от Исаака настолько множественные, как звезды, как песок на берегу морском. А потом Бог говорит, принеси Исаака в жертву. И Авраам, когда шел с Исааком, он до последнего момента, до того момента, когда взял нож и занес над Исааком, но Бог остановил его, он продолжал верить, что Бог сказал Слово, что от Исаака произойдет начисленное потомство. И оно будет. Дед, если Богу надо будет воскресить Исаака из мертвых, он его воскресит, но Слово, первоначальное Слово Свое он исполнит. И следующее, это плод Духа, вера, но подлинники доверия, извиняюсь, верность. Верность, и вот сейчас пятое, это дар веры, и следующее, шестое, я сейчас остановлюсь на дар веры, шестое, это вера как вера учения, то есть подвязаясь единодушно за веру евангельскую написано, или же есть написано, что многие покорились верой, имеется ввиду приняли веру учения. Итак, дар веры, дар веры это такая вера, которая приходит от Духа Святого для особого дела, для произведения знамений и чудес. Давайте я прочитаю одно место Писания, для того, чтобы вам было более понятно, как это происходит. Помните, когда Петр и Иоанн шли в храм, и там у Красных Ворот сидел хромой человек, и Петр сказал, сказал те слова, которые потом кто-то сказал одному из пап римским, который показал золота много, он говорит, смотри, он говорит, да, ты можешь сегодня, я мог бы, Петр говорил, что золото и серебра нет у меня, а мы сегодня имеем все. Он говорит, Петр сказал, что имею, то даю, а ты вот того не дашь. Но точно на что я хочу обратить внимание. Третья глава Деяния Апостолов 16 стих. Смотрите, как Петр объясняет, что произошло и как это произошло. Ради веры во имя Его, то есть Иисуса Христа, имя Его, то есть имя Иисуса Христа укрепило этого, то есть хромого, который вы видите и знаете. Знаете, как хромого, а теперь видите, как прыгающего и скачущего в храме. И вера, которая, вы замечаете, первое, вера, и ради веры во имя Его, то есть как вера учения, а следующее, и вера, которая от Него, то есть Петр, наверное, не один день, потому что видели этого хромого, который выносили каждый день. Наверное, Петр и Иоанн каждый день ходили в храм и видели этого хромого, и ничего не происходило. Но в один день, внезапно, сверхъестественным образом, приходит вера от Него, и эта вера даровала Ему исцеление перед всеми вами. Это дар веры, который приходит для сотворения чудес, знамений, исцелений. Я еще раз повторяю, все девять даров это сверхъестественные, которые приходят сверхъестественным образом. Если взять начальная вера, то она приходит от того, что мы читаем Слово Божье, мы услышали или прочитали, в нас появляется вера. Но эта вера приходит внезапно, она может быть как постоянно действующий дар человеке, или она может проявляться однажды или несколько раз в жизни для особых случаев. Следующий даре исцелений. Иному 9 стих даре исцелений тем же духом. Проявление Духа Святого на врачевание болезни, немощи и боли. И мы знаем очень много примеров, я не буду уже приводить. Я только скажу формулировку. Даре исцелений проявляются по-разному, и поэтому они названы во множественном числе. Названо не дарь исцеления, а даре исцелений. Даре исцелений в основном проявляется через сказанное слово или возложение рук. мы молимся молитвами нашими. Пастера имеют, написано пресетера, которые имеют право и обязаны это делать елея помазанием. Это все происходит по нашей вере. Но здесь имеется ввиду дар исцелений, которые даются отдельным личностям. И эти дары действуют, они безотказны. Проявление даров Духа Святого. Были люди, которые на стадионах молились и ложили руки или говорили слово, и люди массово получали исцеление. Это проявление дара исцеления в конкретном человеке, а в общем это названо даре исцелений, то есть у каждого человека, который имеет дар, он может проявляться по-разному. Седьмой дар чудотворения, иному чудотворения. Греческое слово чудо на греческом языке оно звучит динамент. То есть от этого слова произошло русское слово динамит, это сильная взрывчатка, то есть то, что производит огромную силу. чудотворение это сверхъестественное проявление силы Божьей, которая изменяет, приостанавливает или любым другим путем управляет законами природы. Другими словами, она действует вопреки законам природы. Если по законам природы идти по воде невозможно, потому что срабатывает закон земного тяготения, то чудо позволяет идти по воде. Если мы знаем, что буря скажи слово, чтобы утихло, когда даже шторм проходит, то волны еще долго продолжают играть. Но вот сказанное слово Иисусом для совершения чуда, оно успокаивает волны сразу. И стала сразу огромная тишина. Это чудо. Это чудо. И много можно приводить примеров. Это усмирение бури на море, хождение по воде, превращение воды в вино. Вы же знаете, что налить воды и подавать как вино, это, ну, никогда это не совершается. Это только может сделать чудо. Накормление хлебом, несколько хлебов, ломать, ломать, раздавать, накормить там 5 тысяч или 7 тысяч человек, потому что там сказано без женщин и детей, помните, да, если там 5 тысяч, то это было, может быть, 7 или 10 тысяч людей. Всех накормить и собрать больше, чем принесли. Такого никогда не бывает. Но при совершении чуда это бывает. Воскрешение Лазара, чудеса в ранней церкви, освобождение из тюрьмы, воскресение мертвого, изнание бесов. Изнание бесов происходит в общем постом и молитвой церкви. Это может происходить, то есть, так как и исцеление, о которых мы молимся. Но когда есть дар, и в данном случае для изнания бесов нужен дар чудотворения. Бесы изгоняются через дар чудотворения. И следующий дар пророчества, иному пророчеству. Пророчество имеет два направления, предсказывать и увещать. Ну, а если взять 14 главу, я думал, что я чуть-чуть напомню, но не буду, а только третий стих, первое послание Коринфянам. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание, и что? И утешение. Это такие три основные направления. Есть разница между даром пророчества и служением пророка. Слушайте это внимательно, это наш практический вопрос. Бывает часто человек, который пророчествует по мере веры, он говорит, поставьте его вот там пророки, помните? Я думал, что я напомню, но у меня времени нет уже. Пророки, то есть апостолы, пророки, евангелисты пастыра, учителя, пятигранное служение. И вот видите, где пророк стоит выше пастыра, а вы хотите, чтобы я пастыру подчинялся или подчинялась, то дар пророчества и служение пророка это огромная разница. И может быть когда-нибудь другой раз, когда будет такой момент, что меня братья позовут, опять вставят, я объясню этот вопрос. Поэтому имеет ли кто пророчество, то к вам это относится из 12 главы, я уже не буду находить это послание римлянам, то пророчество и как? По мере веры. И поэтому вы не имеете дара пророчества, я всегда это говорю, дар пророчества это во-первых это священнослужение, это служительское служение. Я сегодня оставляю, потому что времени нет. Итак, различение духов. Различение обозначает установление различия между кем-то или чем-то. Есть три вида источников или духов. Есть дух человека, есть дух Божий и есть нечистые духи. И через все эти три источника бывают проявления. Поэтому если есть какое-то духовное проявление, то нужно различение, найти источник, откуда пришло вот это духовное действие. Дар различения духов помогает обнаруживать источник любого духовного распознания. Павел распознал нечистый дух служанки. Петр распознал дух лжи в Анании и Сапфире. Петр также распознал дух Симона. Очень часто этот дар действует несколько ступеней. И особенно я призываю всех служителей быть чуткими и внимательными. Потому что Бог дает служителям этот дар. Но насколько мы прислушиваемся, очень часто бывает какое-то духовное действие. Слушайте, несколько ступеней, как этот дар действует. Я буквально может быть две минуты еще займу. Проявляется внутреннее беспокойство. То есть что-то идет, я вроде бы хочу согласиться, но внутри что-то не дает согласиться с этим. Внутреннее беспокойство. Дальше внутреннее взвешивание и рассуждение. То есть человек начинает рассуждать и взвешивать. Получение божественной уверенности. когда мы насторожены что-то и мы начинаем Господу Господи дай мне понимание это обязательно придет божественная уверенность в том или ином. И следующее разоблачение и извержение ложного духа. Это имеется ввиду если какой-то ложный дух, то вот этот через дар именно развлечения духов вот несколько ступеней проходит вот такая работа для того чтобы выяснить источник духовного действия. Различные языки и разные языки. Дар языков является возможностью данной верующему духом святым благодаря которой он может говорить на языке который он никогда не учил. Но ко всему этому сейчас я быстро найду написано 29 стих этой же 12 главы первого послания Коринфянам все ли апостолы все ли пророки все ли учители все ли чудотворцы 30 все ли имеют дары исцелений все ли говорят языками все ли истолкователи вы скажете а как понимать вроде бы нам говорят при крещении духом святым мы должны все говорить на языках то дар знамения то есть знамения языков для каждого верующего и способность славить господа на уровне нашего духа но дар языков он дается только отдельным личностям это разница и такой дар он как пророчество но человек встает и начинает говорить в церкви он имеет особое постаничество он имеет весть и возможно очень хорошую важную весть но Павел говорит следующий то есть через одну главу 14 главе что если нет истолкователя молчи сиди в церкви и молчи потому что ты будешь чужестранец которого никто не поймет и твоя речь не принесет никакой пользы а если ты хочешь ты знаешь то ты имеешь дар от господа тогда молись что Бог дал церкви и для церкви еще один дар это последний истолкование языков что такое истолкование языков цель дара истолкования перевести вдохновенное провещание духа которое пришло на незнакомом языке и сделать его доступным для всех путем повторения его на понятном языке собравшихся то есть этот дар может быть дать тому же человеку который будет говорить на языках и истолковывать или этот дар может быть дан другому человеку один говорит на языках а другой переводит его истолковывает и так что бы я хотел бы сказать последнее давайте мы обратим внимание один стих и мы будем молиться 14 глава первого послания коринфянам первый стих достигайте любви ревнуйте о дарах духовных особенно о том что пророчествовать то есть достигайте любви или другими словами создавайте атмосферу любви в церкви и ревнуйте то есть особенно желайте это правильное правильное подвязание в церкви чтобы создавать теплую нормальную атмосферу любви в церкви и ревновать просить господа чтобы господь дал дары в церкви для создания тела крестового членами которого являемся каждый из нас аминь будем молиться господь поклонение тебе и слава и слава и великому богу сердечной благодарности первую мочи в этом собрании господь посетил нас благодать благодарность благодарность твое живое слово господь ты в обильной мере посылаешь в наши сердца господи а твоя благодать и наше спирение пред тобой господи она удобряет наше сердце которое способно принимать твое слово в добром и чистом сердце твое слово производит работу аллилуйя 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 и я благодарю тебя благодарю тебя за этот прекрасный вечер за эту чудесу и школу где ты господи учишь нас слава и благодать тебе благодать тебе отец укрепи нас благодать твоей укрепи нас духом святым укрепи господи наш дух и душу господи нам и мы были проникнуты твоим словом господь твоим светом познавая истину твою доверяясь твоему слову господи руководствуясь твоим словом господь боже дабы ты все то что обещал все то что господи в твоих обетованиях оно было церкви твоей благодарим тебя сердечно благодарим тебя сердечно ты с нами господь будь благословен от солнца до этого места до этого времени ты господь помог нам господи боже наш твой сын иисус христос а наш господь и спаситель победил он зашел на высоту пленил плен и дал дарить для нас человеку слава тебе господь мы благодарны тебе господь что ты созидаешь церковь твою и мы господь как представители как посланники твои которым ты судил жить самые последние дни последнее времени мы нуждаемся в том чтобы ты исполнил нас силы святого духа чтобы ты церковь господь благословил и одарил дарами твоими которые бы господи боже мой проявлялись в церкви для созидания тела твоего доколе все придем в совершенный возраст мира полного возраста крестового господи мы благодарим тебя что ты не оставил церковь твою ты сказал что не оставлю вас сиротами приду к вам и ты господи духом взятым сделал это и делаешь слава тебе и поэтому господи тебе наша благодарность отец небесный благодарим тебя славим тебя и поклоняемся тебе во имя Иисуса Христа аминь Аминь Отче наш сущий на небесах да сятится имя Твое да придет царствие Твое да будет воля Твоя и на земле как и на небе хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам и не введи нас во искушение но избав нас от лукавого ибо Твое есть царство и сила и слава во веки аминь слава Богу братья и сестры очень добрый к нам наш Господь слава Богу он открывает и заботится о том чтобы мы дети Божии имели познание познание Его Слова как тебя зовут Игорь что ты хотел Игорь меня зовут меня зовут Игорь я хочу покаяться принять водное крещение слава Господу да благословить Его Господь кто еще желает пожалуйста меня зовут Юля я хочу покаяться принять водное крещение Слава Богу! Дай мне микрофон. Меня зовут Аня, я хочу покаяться и принять водное крещение. Слава Богу! Меня зовут Кристина, и я хочу покаяться и принять водное крещение. Слава Господу! Меня зовут Павел, я хочу покаяться и принять водное крещение. Слава Господу! Меня зовут Амалия, я покаюсь и хочу принять водное крещение и служить Богу чистого сердца. Да благословить Господь тебе, Амалия. Слава Господу! Меня зовут Андрей, я хочу покаяться и принять святое водное крещение. Слава Господу! Слава Господу! Может еще, молодежь, кто в возрасте еще не вступил в завет с Господом, пожалуйста, благослови вас Господь, вы можете выйти и засвидетельствовать. Друзья, молодежь, Бог да благословит вас, дети, чтобы это не было, знаете, каким-то обычаем, но это чтобы было искренним, знаменитым днем вашей жизни, что сегодня, 26 января 2013 года, Дух Святой наполнил мое сердце, и я вышел пред Богом в доме молитвы после служения и совершил покаяние пред Господом, и решил свою жизнь отдать Господу, заключив завет с Ним через святое водное крещение. Уже в вас жизнь завтра должна быть сегодня, после молитвы, совершенно другой. Не ждать, когда вы крещение примете, а уже сегодня, после молитвы, вы иные люди, вы посвящаете жизнь свою для Господа. Так? Мы желаем с вами помолиться, и пусть каждый из вас это доброе желание скажет в молитве. Встанем, братья и сестры, на молитву. Молодежь, пожалуйста, совершите молитву пред Господом. О, мы благодарим Тебя, Отец Небесный, за дивную любовь и милость, за спасение по вере, за действие благодати Твоей. Мы благодарим Тебя за молодежь. Услышь их молитву. О, Дух Святой, ково-десклей, оминь хиклайн, я прошу Тебя, Господь, проси мои грехи, Бог, я благодарю Тебя за Твою милость, Бог, что Ты меня сегодня сюда привел. Бог, пожалуйста, проси мои грехи, Бог, так это Иисус может просить их. Пожалуйста, Иисус, я прошу Тебя, Господь, я отрюмя лицо от меня, Бог, помилуй меня сегодня. Я благодарю Тебя за этот день, Бог. Аминь. Иисус, я благодарю Тебя, Господи. Иисус, я благодарю Тебя, Господи. Господи, я благодарю Тебя за то, что я могу стоять в Доме Твоем, Господи. Я благодарю Тебя за то, что я могу приходить Тебе, Иисус. Я благодарю Тебя за то возможность, Господи. Я прошу, прости меня, Господь, за все мои грехи, я каюсь, Иисус, я прошу Тебя, Боже, люби свою милость ко мне, Господи. Я хочу, чтобы Ты изменил всю мою жизнь, Боже. Я хочу служить Тебе от искреннего сердца, Господи. Очисти меня, я нуждаюсь Тебя, Господи. Пусть кровь Иисуса Христа придет на меня, Господи. Я прошу Тебя, Иисус, я нуждаюсь Тебя, Господи. Я благодарю Тебя за все, я величаю Тебя, Иисус. Будь прославлен за все и возвеличен в моей жизни, Господи. Отец им был святой. Аминь. Господь, спасибо, что Ты привел меня на это место, Господь, чтобы я Тебя всегда служил, Господи. Прости меня за все мои грехи, Господи, очисти меня, помилуй, чтобы я Тебя всегда служил в всем мою жизнь, Господи, помилуй, Господи. Боже, царство и сила, слава веки. Аминь. Аминь. Господи, Боже, Ты меня привел на это место, Господи, чтобы я Тебя воздавала хвалу, Господи. Иисус, я Тебя благодарю, и славлю за это, Иисус. Я Тебя прошу, прости все мои грехи за мои мысли, Господи, за то, что я родителей обижал, за своих друзей, если что-то не так сказала, за слова, которые что-то не так сказал. Я благодарю за родителей, которые они у меня вырастили, Господи, Боже, восславить Тебе, Господи. Я хочу покаяться, я хочу оставить свою прошлую жизнь, я хочу начать жизнь с Тобой, Господи, Боже, новая девочка, Господи, Боже, я Тебя благодарю и славлю за все. Thank you, Lord. God, thank you for this day, thank you for this opportunity you gave me to be here today with God. Forgive me for all my sins, forgive me for everything I've done with God, forgive me for everything with God. I'm begging you, God, in your name. Father, I'll speak to you, God, in your name I pray. Amen. Amen. Дорогой Господь и Бог наш, мы благословляем Твое Святое Имя. Аллилуйя. Благодарим Тебя за благодать Твою, Господи, спасающую благодать. Аллилуйя. Твое Слово, оно живое, Слово, Господи, и касается наших сердец, Господи. Аллилуйя. Ты даешь спасение, Господи. Ты даешь милость, Господи Боже мой. И Ты даешь жизнь и жизнь с избытком. Слава Тебе, Господи. И вот Ты видишь, Господи Боже мой, сколько молодых людей, Господи, вышли, чтобы исповедовать Твое Святое Имя, Господи, и сказать, что Ты есть их спаситель, Господи Боже мой, и что Ты спасаешь души и прощаешь Ты грехи. И мы благодарим Тебя. Слава Тебе. Аллилуйя. Господь, благодарим Тебя за церковь, которую Ты создал. И врата ада не одолеют ее, Господи, потому что Ты создал церковь. Аллилуйя. Господи. Но сейчас приносим, Господи, эти души перед Тобою. Благослови, Господи Боже мой. Их желание укрепи, Боже мой. Да будет оно для славы Твоей, Господи Боже, чтобы Ты мог их употреблять, Господи, в церкви Твоей, для расширения Твоего царства и для славы имени Твоего, Господи. Да будет имя Твое прославлено и возвеличено через их жизнь наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Благослови, Господи. О, хвала Богу нашему, братья и сестры. Как читал брат Александр, не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Возлюбленные, то, что совершает Господь, в церкви, во время служений, то, что совершает Господь Духом Святым в каждом из нас, то, что Господь Духом Святым совершает в этих сердцах, это большая, святая, Божья работа. Хвала Богу нашему. Это великое преображение, это великое действие в духовном мире. И даст Господь нам также откровение, чтобы мы также имели в этом особое вение, познание о этих великих и чудных Божьих делах. Братья и сестры, благодарим Господа и молимся за души, которые вышли с покаянием пред Господом и желают вступить в завет с Господом через святое водное крещение, да благословить Господь и продолжаем молиться, чтобы еще Господь приумножал и число спасенных увеличивалось. Что касается наших служений, друзья, завтра у нас воскресенье, утреннее наше богослужение на 10 часов утра. Остальные служения у нас будут без изменений, как всегда есть в воскресенье. Что касается дальнейших наших служений, то, друзья, в прошлом году и в этом году мы имеем такое братское согласие, чтобы провести 4 семинара именно касающиеся семьи. И в феврале месяце, я прошу, по средам, каждую среду, в среду, вечером, на 7 часов, 4 среды в феврале месяце, и мы желаем каждый вечер в среду проводить семинары для семейных. Поэтому особо молодые семьи, все желающие, спланируйте так, чтобы ваша каждая среда в феврале месяце, она была свободной для того, чтобы прослушать хорошие семинары, хорошее Божье Слово, в наставление, может, кого-то в поучение, кому-то может быть в напоминание, а кому может быть и в обличение. Поэтому мы будем молиться, друзья, как о служениях, которые предстоят у нас, а также и о семинарах, которые будут проходить в церкви. Можете даже передать и соседним церквям, если у вас там есть друзья, родственники, прослушать это будет очень полезно. И мы будем молиться за эти служения и за братьев, которые будут проводить эти семинары. Что касается наших нужд, книги, пожалуйста, там можно приобрести, и этим мы послужим также благословением и помощью для брата Якова Васильевича и его служения, о котором он говорил сегодня нам с этой кафедры. Пожалуйста, в конце можно приобрести эти книги и пусть они останутся вам на память. Там есть хорошее стихотворение для назидания. Читаю записки, которые мы имеем, просьбы народа Божьего, наших братьев и сестер. Дорогие братья и сестры, сердечно благодарю за молитву, что вы молились о мне. Господь явил милость, и я уже нахожусь в церкви с вами. Слава ему за все с любовью сестра Галя. Мы молились за сестру Галину Шпак, и она уже с нами в церкви. Слава Богу, да благословит Господь сестра Галя. И тут вот подались во время уже почти в конце служения, просят помолиться за Михаила, сын, который у нас неоднократно бывал, попал в больницу с сердечной проблемой. И братья уже, наверное, оттуда, с Израиля, попросили, чтобы мы помолились за брата Михаила, и мы помолимся, да укрепит Господь его здоровье. А также просят помолиться за сестру Валентину Голуб с Кента. У нее тоже болезнь и просят, чтобы церковь помолилась, да явит Господь милость свою над Валентиной, и мы помолимся за нее Господу. Также просьба помолиться за сестру Лидию Васильеву. Господь также знает ее нужду, и да укрепит Господь нашу сестру своей милостью, и мы помолимся за Лидию Петровну Господу. Просим, братья и сестры, просим, чтобы вы помолились за нашего сына. у него есть, он попал в рабство греха и имеет проблему, чтобы Господь явил милость, освободил его, и чтобы он служил Господу, об этом просят родители. Помолитесь, у меня нужда, просит сестра в Господе, и мы помолимся. Помолитесь, я имею нужду, Бог ее знает, также просит сестра, и мы помолимся и об этой нужде, которую знает Господь, и душу, которая просит об этом. Если у кого из вас еще есть просьбы, нужды, приветы, пожалуйста, вы можете передать, и мы помолимся за сестру Олю Голод, помолимся, помолимся за всех. За Людмилу Михайловну помолимся. Мы молимся всегда за сестру Людмилу Михайловну, сестру Аню, сестру Пашу, сестру Валю, сестру Ольгу, сестру Нину, сестру Марию, еще за сестру Валю. Помолимся за наших братьев, брата Анатолия, брата Женю, брата Володю, брата Петра, Руденко, из Калифорнии просили болиться также за брата Павла, Павел там был хороший, есть хороший брат, тоже просят за него помолиться и мы помолимся. Мы молимся за сестру Дину, сестру Лилю, сестру Лесю, сестру Эму, сестру Лену и этих сестер, матерей принесем пред Господом в нашей молитве, также за больных деток помолимся Господу. Итак, братья и сестры, будем благодарить Господа, просить у Него милости, благословляя друг друга, придавая благодати пред нашим расходом. Дохранит вас Господь, дети, помолимся. Святый и всемогущий Отец